С трудностями в поиске работы не сталкиваются целевики. Так называют тех, кто обучался по направлению от организации. По словам специалистов, образование целевое обучение помогает решить сразу две проблемы – трудоустройство выпускника и обеспечение кадрами организации. Елена работает в дознавательном отделе ОМВД. Об этой профессии задумалась еще в школьные годы. Поэтому в 11 классе стала ходить на подготовительные курсы в полицию. После успешной подготовки в округе благополучно поступила в Санкт-Петербургский университет ОМВД и в последующие пять лет даже не задумывалась о будущем месте работы, как и два ее однокурсника, тоже вернувшиеся в Наринмар. Проблематичный на данный момент вопрос трудовой занятости. А нам предоставляется уже автоматически место, за нами закрепляется. И то есть я прихожу, я знаю, что я уверена, что у меня будет работа. Я буду работать, и моя работа будет соответствовать моей квалификации. А не так, что, например, я отучилась на юриста или экономиста, а пошла работать в продавцовом магазине, как это зачастую бывает. Целевое обучение выгодно как студенту, так и самой организации. Для нее вопрос кадрового обеспечения решается на многие годы вперед. Причем компания сама рекомендует ребят в поступлению, отбирая тем самым своих будущих работников. При таком раскладе никто не рискует. Выпускник и организация заключают договор. Студент обязуется выучиться и отработать в организации определенный срок. Компания принять его на работу со всеми гарантиями. В этом году таких договоров с ОМВД заключили пять студентов. Свою работу и строим, прогнозируя кадровую политику на ближайшие годы, с учетом выпускников на ближайший год и период. Хотя у нас работают и юристы других вузов, но акцент все-таки мы делаем на наших выпускников. Такую систему подбора работников практикуют и другие органы. Так МЧС по Нинецкому округу в этом году направила на обучение два человека. Прокуратура – одного. Нинецкая окружная больница, где вопрос кадров стоит особенно остро, тоже направляет выпускников школ на учебу. Однако желающих не так много. При том, что условия работы и зарплата по меркам большой земли вполне приемлемы. Сюда как-то так мало кто рвется обратно, но зато здесь интереснее. В плане как-то все спокойнее, работа есть, работаешь. И так изначально планировалось тоже сюда ехать. Договоренность была и так далее, что возьмут на работу. Тем более стационар, а не в поликлинику. Хотелось всегда в стационаре, в этом все, в котле поработать. Вот работаем. Определить необходимое количество работников, скажем, через три года, по силам почти каждой организации. Такое планирование защитит от кадрового голода и уравняет рынок труда в округе. Валентина Чибичик, Дмитрий Лукевич и Сергей Качегов, Телеканал «Север». Субтитры создавал DimaTorzok